В детском лагере «Золотой колос» новый скандал. 18-летний вожатый нанес побои 10-летнему воспитаннику лагеря. Этот же вожатый, как оказалось, участвовал в издевательствах над детьми, которые были сняты на камеру мобильного телефона и выложены в сеть 25 июня. Не прошло и двух недель со дня, когда в сеть попала съемка издевательств над детьми в «Золотом колосе», как тот же лагерь снова оказался в ленте криминальных новостей. Вечером 3 июня вожатый младшего отряда ударил своих воспитанников по лицу. На следующий день один из мальчиков уехал домой и возвращаться в лагерь, по словам родителей, он не собирался. Сейчас следственный отдел занимается поиском других пострадавших детей. Как следует из материалов дела, подозреваемый в 2010 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Следует отметить, что он является одним из участников издевательств над малолетними воспитанниками лагеря, которые участники запечатлили на камеру, а диджей лагеря выложил на своей странице в социальной сети. О нанесении подозреваемым побоев 10-летнему мальчику сообщила мать последнего после размещения в СМИ призыва следователей к родителям, чьи дети, возможно, также пострадали от неправомерных действий вожатых во время пребывания в этом лагере. Кроме того, следователям приняты меры к установлению обстоятельств, посолствовавших совершению преступления, по результатам чего министру образования и молодежной политики Чуваши направлено представление об их устранении. Так, по данным следствия, должностными лицами Минобразования Республики надлежащая работа по подбору и подготовке кадров для работы с детьми в качестве вожатых в лагере «Золотой голос» к эффективному мониторингу их деятельности на предмет педагогической компетентности не велась. Более того, к работе с детьми даже были допущены лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Министерство не проинформировало общественность о том, куда детям необходимо обратиться в случае нарушения их прав со стороны вожатых либо руководства лагеря. Данное обстоятельство препятствовало получению информации о реальном положении дел в детском оздоровительном лагере «Золотой голос» и немедленному реагированию для защиты прав несовершеннолетних. Следователям предложено принять меры по недопущению впредь подобных поврешений и привлечь виновных должностных лиц вне образования Чуваши к дисциплинарной ответственности. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике призывает родителей, чьи дети могли пострадать от неправомерных действий сотрудников указанного лагеря, сообщить об этих действиях следователям по телефону 580-582. Дарина Игнатьева, Республика.